всем привет дорогие друзья меня зовут футхудинов марсель и вы смотрите очередной урок по after effects записанный для сайта видео smile.ru и в этом уроке мы с вами займемся созданием очень эффектной заставки к интереснейшему сериалу во все тяжкие который к сожалению уже закончился но суть не в этом давайте посмотрим наш финальный результат согласитесь выглядит довольно профессионально и все это сделано в after effects никаких сторонних плагинов не использовалось и давайте посмотрим уже как это выглядело в after effects здесь используется всего лишь два футажа причем один из них используется как референс то есть мы будем ссылаться на него во время работы и второй футаж это футаж дыма который будет использоваться только в самом конце как вы видели здесь довольно много композиций все это смотрится очень громоздко но уверяю вас все эти композиции создаются поочередно так что вы ни в коем случае не запутаетесь на протяжении всей работы над проектом вас ждет много всяких интересных способов интересных техник достижения определенного результата так что я надеюсь каждый найдет для себя что-то интересное что-то новое ну и давайте приступать как вы поняли работы нас ждет немало так что я создаю новый проект даже сделаю это я несколько иначе чем обычно это окошко я перетащу на свой второй монитор и буду иногда к нему обращаться здесь у меня есть ярлык after effects и давайте зайдем свойства и вот здесь вот в поле объект в самом конце через пробел я дописываю так в самом конце ставлю пробел тире и буковку м латинскую и нажимаю ok таким образом я могу запускать второе окно параллельно даже не только второе но и третье и сколько вам угодно и так здесь у меня создан новый проект сюда я импортирую два футажа как я говорил это футаж дыма и референс заставки выделяю их нажимаю импорт и сразу же перетаскиваю их в папку в футаж так пишем правильно без ошибок enter и создаю новую композицию которая у меня будет называться комп 01 так я называю все свои композиции главные композиции подготовленные к рендеру здесь я также поставлю звездочку в самом начале для того чтобы эта композиция всегда на панели project отображалась в самом верху стека параметры композиции разрешение 1280 на 720 пикселей используются квадратные частота 25 кадров в секунду и длительность 17 секунд нажимаю ok в эту композицию я кидаю файл reference и оценим наш фронт работы для начала нам нужно будет создать вот эту вот часть до появления таблицы до она небольшая но с ней придется повозиться для начала мы создадим задний фон абсолютно ничего сложного новый сплошной слой назовем его текст чо биджи размерами композиции неважно какой цвет окей и парочка эффектов для этого слоя фрактал нойс 1 тинт при помощи которого мы зададим цвет этому слою цвет нашей текстуре и еще один эффект fast blue ну что ж все по порядку хотя нет начнем мы с цвета то есть эффект тинт для чего предназначен этот эффект и что он делает вы сразу же поймете как только начнете изменять параметры этого эффекта то есть все изображение у нас переводится в черно-белый цвет то есть градации серого и затем уже черный цвет транспонируется при помощи вот этого параметра и белый цвет соответственно при помощи параметра map white doom но изображение у нас и так черно-белое так что здесь особо думать не приходится подбираем цвет окей и вместо белого у нас будет немножечко темнее окей вот такие вот цвета сразу же давайте зададим небольшое размытие для нашей текстуры ну скажем пусть будет 13 пикселей и обязательно ставим галочку в чек-боксе repeat edge pixels для чего это нам нужно потому что вот здесь вот на краях у нас появляется небольшой косячок ставим здесь галочку и он исчезает возвращаясь к параметрам эффекта tint значение amount to tint это у нас такой параметр который как бы отвечает за влияние влияние вот этого вот всего эффекта то есть если мы убавляем этот параметр то у нас текстура возвращает свой первоначальный вид и если мы его ставим на сто процентов то у нас как бы вот эти вот два параметра вступают в силу ну и теперь давайте подкорректируем значение параметров fractal noise взглянем на оригинальную текстуру как она выглядит здесь довольно большие вот эти вот области именно поэтому мы заходим в группу параметров transform и сразу же увеличим здесь значение параметра scale ну пусть будет примерно вот так дальше увеличиваем значение параметра contrast и чуть-чуть подкорректируем и яркость ну что ж думаю пока так все мы и оставим и теперь нам нужна маска для создания маски нам как раз таки понадобится наш референс выделяем данный слой берем инструмент paint tool и здесь на этом слое мы рисуем маску просто-напросто обводя вот таким вот образом края текстуры которую мы видим здесь я рекомендую вам взять небольшой запас для того чтобы в последующем когда мы будем корректировать параметры маски mask feather и mask expansion для того чтобы она у нас эти параметры они у нас не оказывали влияние вот на вот эти вот области поэтому мы берем небольшой запасик думаю этого будет достаточно теперь мы отображаем параметры маски нажимаем клавишу m на клавиатуре выделяем mask 1 control c копируем маску отображаем текстуру и здесь control v маска скопирована давайте откроем ее параметры как я и говорил mask feather увеличиваем ну пусть будет 250 так этот слой мы пока отключим mask expansion уменьшаем значение этого параметра так ну и давайте сразу же подкорректируем непрозрачность этого слоя она у нас должна быть примерно 80 процентов ну что ж это уже похоже на тот результат который нам нужен можно чуть-чуть подкорректировать положение точек выделяем нужную ну что ж как то так все что нам осталось сделать с этой текстурой это обозначить точку входа данного слоя давайте посмотрим где он у нас начинается так маску здесь мы отключаем можно ее вовсе удалить зажимая control и при помощи стрелок на клавиатуре я листаю композицию и так здесь у нас пятый кадр я выделяю слой текст чем биджи зажимаю alt и открытая квадратная скобка таким образом у нас установлена точка входа данного слоя и точку выхода мы обозначать не будем а анимируем параметр непрозрачности примерно это будет вот в этом районе когда у нас одна текстура будет сменять другую здесь у нас уже если вы заметили появляется такая голубоватая текстура которую мы создадим позже ну и примерно вот с этого момента а именно с времени 2.14 у нас начинается анимация параметра непрозрачности текст биджи дальше переходим примерно вот сюда здесь у нас время 3.06 и второй ключевой кадр со значением 0 отключаем видимость нашего референса и смотрим как у нас здесь получилось ну в принципе ничего необычного но работа над этим слоем у нас закончилась следующий этап работы у нас будет создание вот этих вот текстов и анимация камеры берем инструмент type 2 и переходим к пятому кадру и вообще здесь можно поставить маркер shift 1 потому что к этому кадру мы будем возвращаться довольно часто ставим первый символ ну здесь у меня сейчас стоит довольно интересный шрифт heart breaking bad о котором мы поговорим чуть позже а сейчас я просто выделяю этот символ и беру шрифт кокила enter так корректируем параметры здесь я поставлю пока что 100 так размер шрифта ну что-то в районе 100 7 здесь мы ставим болт и обводочка в один пиксель берем инструмент выделения и совмещаем эти две буквы ну для верности можно уменьшить непрозрачность немного до 50 процентов это на время так здесь мы чуть-чуть уменьшим здесь чуть-чуть увеличим и последнее что нам осталось это цвет так выделяем выделяем этот слой берем инструмент пипетка и выделяем какой-нибудь цвет тот же самый цвет мы берем и для основного все отлично цвет задали теперь нам нужно применить сюда эффект для того чтобы создать вот эти вот рваные края идем на панель эффект и вбиваем здесь rough on edges здесь мы корректируем параметр border для того чтобы как раз таки задать вот эти вот неровности скажем так чуть-чуть уменьшим этот параметр и теперь при помощи параметра offset мы придаем нужное значение нашей букве здесь можно довольно сильно заморочиться ну а можно найти сразу же нужный результат какой-то определенные схемы я здесь для этого параметра не вычислил просто вот так вот экспериментом перетаскивая значение этого параметра я придаю букве нужный вид ну что ж пожалуй я остановлюсь примерно вот на таком результате что-то ничего лучшее я найти не смог но это довольно похоже на тот результат который нам нужен вот так выглядит оригинальная буква c и вот так вот выглядит моя буква c теперь я делаю из этого слоя прекомпозицию комбинация клавиш ctrl shift c эта композиция так и будет называться окей на панели project она сразу же отображается дальше десятку мы создаем абсолютно таким же способом берем инструмент type tool набираем 10 и редактируем параметры на панели character предварительно выделив оба символа потому что если мы эти символы не выделим то изменения будут происходить не для этих символов а для будущих которые мы будем только набирать поэтому мы выделяем эти символы и смотрим какие у нас происходят изменения ну что ж я уже все подобрал поэтому мы берем шрифт Georgia так здесь у нас regular дальше шрифт нам нужно уменьшить уменьшить для того чтобы вот этот вот хвостик он был таким же коротким и увеличим высоту этих символов так давайте сразу расположим этот слой нужным нам образом берем инструмент выделения и двигаем его на панели composition отлично дальше изменим вот этот вот параметр который отвечает за расстояние между символами почти здесь мы чуть чуть уменьшаем опять же применяем сюда эффект rough and edges так сейчас ничего не видно потому что у нас очень большое значение параметра border уменьшаем его соответственно и опять же смещаем центр смещаем центр эффекта ну в принципе здесь не такие большие изменения так теперь выделяем этот слой делаем рекомпозицию в название оставляем только десятку окей теперь выделяем оба этих слоя делаем пре композицию и назовем ее c10 окей идем на панель project здесь у нас все понятно вот c вот 10 и вот новая композиция c10 давайте выделим все эти три композиции и перетащим их в новую папку которая будет называться текст для чего мы делали все эти пре композиции теперь мы можем взять и продублировать композицию c назовем ее h заходим внутрь и вот здесь вот изменяем ее здесь у нас будет теперь не c а h как это ни странно ctrl enter выделяем этот слой и изменяем параметры здесь у нас будет уже regular дальше здесь мы сбросим на 100 так 100 и здесь также 100 и для того чтобы у нас вот эти вот штрихи были более четкими более обозначенными мы вот здесь поставим fox bolt уже неплохо и последнее что нам осталось сделать это на панели effect controls опять же подобрать нужные значения параметра offset думаю я остановлюсь примерно вот здесь не буду сильно заморачиваться над этим нюансом и продолжаем композицию h я кидаю в основную свою композицию беру инструмент выделения и смещаю его вправо для того чтобы он у меня ни к чему не притягивался я зажимаю клавишу ctrl дальше дублирую композицию 10 ctrl d ее я переименую и назову 15 захожу внутрь и вместо нолика ставлю 5 здесь у меня возникает проблема пятерка больше чем должна быть как исправить эту проблему я просто напросто изменяю высоту но как вы видите данный параметр изменяется относительно середины а если я меняю высоту шрифта то опять же получаю не тот результат который мне нужен отменяю несколько последних действий так здесь ставлю 5 и что мне нужно я выделяю оба этих символа и вот здесь вот активирую вот этот вот переключатель сабскрипт теперь мне нужно увеличить шрифт ну пусть будет пока вот до сюда и теперь когда я буду уменьшать высоту то она у меня изменяется нужным мне образом то есть вот эта вот верхушка она остается на своем месте ну что ж давайте теперь зайдем в композицию в нашу основную композицию и сюда мы кидаем нашу новоиспеченную пятнашку смещаем ее так смещаем ее вот сюда чуть-чуть нужно увеличить шрифт как вы видите здесь идет работа скажем так на глазок как вам нравится так и делаем смотрим что у меня получилось продолжаем осталась одна буква n так из этих двух символов опять же давайте сделаем пре композицию ctrl shift c h 15 окей и теперь я дублирую композицию h так стоп 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 да эту композицию я называю n ну и как это ни странно вместо буквы h я ставлю букву n беру инструмент выделения все готово теперь я выделяю все эти три слоя и сделаю из них пре композицию которая будет называться формула окей следующим шагом нам нужно анимировать камеру взглянем на наш референс как вы видите камера на протяжении всей композиции у нас отдаляется даже вот здесь вот и так нас интересует только вот эти первые две секунды камера у нас отдаляется и как мы будем анимировать нашу камеру для начала нам нужно ее создать иду layer new camera так беру шаблон 35 миллиметров ничего сложного окей здесь у меня появляется предупреждение о том что камера не работает с двухмерными слоями и нам нужен трехмерный слой об этом я знаю трехмерный слой у нас будет слой формула нажимаю вот на эту кнопку либо нажимаю на клавишу F4 на клавиатуре у меня появляются вот такие вот колонки и если они у вас не отображаются то вам нужно нажать вот на эту кнопку и я ставлю соответствующий переключатель который переводит слой в 3D так здесь у меня фронтальный вид мне нужен вид active camera для того чтобы управлять камерой мы создадим отдельный слой и привяжем камеру к этому слою на мой взгляд так управлять камерой намного легче ну и кстати это не только мое мнение этот способ используется довольно часто layer new new object и сразу же на панели на панели project мы переименуем его для того чтобы не путаться камера control отлично сразу же он переименовывается у нас также и на панели timeline включаем отображение нашего слоя формула так этот слой камеры control у нас также должен быть в 3D и слой камера при помощи пиктограммы pickwhip мы берем зажимаем иконочку этой пиктограммы и перетаскиваем ее на слой камеры control отлично слой камеры можно поднять немного в стеке окей слой формула теперь мы работаем с ним вообще этот слой мы сейчас переименуем и назовем его формула front так как это у нас фронтальная формула у нас еще будет несколько таких формул переходим к пятому кадру нажимаем на клавишу 1 на клавиатуре если вы создали вот такой вот маркер то у вас при нажатии на клавишу 1 маркер текущего положения времени сразу же перемещается к нужному кадру итак мы находимся на пятом кадре раскрываем значение параметра position слой камеры control и ставим здесь первый ключевой кадр перемещаемся на секунду вперед для того чтобы определить какое изменение у нас происходит за одну секунду набираю здесь 105 и теперь я просто напросто подгоняю камеру таким образом чтобы у нас вот эта вот формула совпало примерно 640 таким образом за 10 секунд у меня будет изменение в 6400 перехожу к десятой секунде так это первая секунда для того чтобы перейти к десятой секунде надо набрать 1000 отлично десятая секунда здесь я задаю значение минус 6400 вообще на десятой секунде мне ключевой кадр не нужен а нужен он на девятой секунде поэтому я перехожу сюда enter и просто напросто добавляю здесь ключ нажав вот на эту кнопку таким образом мне не нужно было заморачиваться и считать высчитывать вот это вот значение этот ключ я удаляю и на второй секунде ключ я тоже удаляю вот этот вот вот и все дорогие друзья камера у нас анимирована и мы можем двигаться дальше ну а сейчас пожалуй начнется самая муторная работа по этой части нам нужно расставить вот эти вот символы созданные в нужных местах итак формула фронт у нас уже создана вот эти вот символы это у нас от других частей итак переходим к пятому кадру я опять же нажимаю клавишу 1 теперь я дублирую этот слой формула фронт переименовываю его и называю формула back enter он у меня уже в 3d я перетаскиваю его вот сюда вот именно здесь у меня и будет формула теперь для того чтобы подогнать по размеру эти две формулы я отдаляю свою по оси z можно взять за соответствующую стрелочку на панели composition а можно взять и отобразить параметр position на панели timeline и уже здесь орудовать этими значениями так и так ну что ж я думаю нам не нужно стопроцентное совпадение поэтому давайте посмотрим что у нас получилось итак ну что ж я думаю нам не нужно стопроцентное совпадение немножечко воспроизведем композицию так я даже пожалуй сделаю предварительный просчет где-нибудь вот здесь поставлю конец рабочей зоны нажав на клавишу n и нажму на клавишу ram preview так теперь я легко могу смотреть свою композицию что у нас здесь вот давайте двинемся немного вперед здесь у нас оригинальный слой и вот он слой который создал я и оригинальный слой движется немного быстрее вообще для того чтобы подогнать размер у нас есть два параметра это параметр scale и параметр position ну если быть точнее то позиция по оси z и существует здесь определенная закономерность чем меньше масштаб слоя тем он движется быстрее сейчас у нас наш слой созданный нами он немного отстает от оригинального от оригинального текста поэтому мы уменьшим масштаб ну если я не ошибаюсь то примерно до 60 процентов и приближаем его по оси z хватаемся за синюю стрелку и вытягиваем его опять же подгоняем нужные размеры смотрим ну и вот теперь они идут более менее вровень ну что ж два текстовых слоя мы уже создали и точно таким же образом по отработанной схеме мы создадим сейчас вот эту вот правую формулу и у нас будет еще одна вот здесь вот левая форму и так дублируем слой формулы back переименуем его формула write enter и смещаем вправо для того чтобы смещаться по рабочему пространству композиции мы зажимаем клавишу ролика обычный ролик на вашей мышке так нам нужно еще вытащить ну что ж давайте посмотрим нужно ли нам подкорректировать масштаб ноздря в ноздрю как говорится масштаб менять не будем дублируем этот слой называем его формула left enter и смещаем в нужное нам положение где у нас становится видно эту формулу примерно вот здесь так что перемещаем это дело в нужное место смотрим смотрим и редактируем ну здесь уже даже не столь важно будут ли у нас совпадать они или нет так что я именно так и оставлю и теперь мне нужно продолжить работу с отдельными символами а именно первый символ у нас будет аж 15 я сейчас хочу создать появление вот этих вот двух набегающих символов которые в конце концов сравниваются с основной формулой так здесь мне мешает пока этот символ я его отключаю надеюсь вы поняли что я хочу сделать и давайте приступим аж 15 переводим его в 3d и переходим к пятому кадру здесь он совпадает у нас с основным нашим текстом с основной формулой и как вы видите эти два они движутся намного намного быстрее ну я имею ввиду аж 15 и вот этот вот символ n поэтому мы должны намного намного уменьшить наш масштаб сделаем мы это ну чтобы не тратить наше драгоценное время я сразу примерно знаю к скольки до скольки нам нужно уменьшить масштаб и это примерно 30 процентов ну а вообще здесь все делалось методом подбора здесь на нашем пятом кадре это наш основной кадр мы увеличиваем размер этого слоя при помощи параметра position по оси z приближаем его вот что у нас получилось так смотрим совпадает ли у нас все это дело убедились что совпадает так давайте отключим референс и проверим да совпадает смотрим какой у нас получился результат так я допустил небольшую оплошность и сразу же ее исправляя на самом деле совпадать у нас эти символы должны не на пятом кадре на нашем любимом а примерно вот здесь вот включим отображение только референса зажимаю control и при помощи стрелок на клавиатуре я листаю композицию где у нас происходит совпадение примерно ну вот здесь наверно здесь я поставлю второй маркер shift и 2 на клавиатуре именно здесь у нас и должны совпадать эти два символа поэтому еще вытаскиваю этот слой по оси z отключим референс убедимся что у нас все как следует совпадает окей смотрим что у нас получилось да это похоже на то что нам нужно посмотрим как это у нас дело совпадает с референсом ну не будем гнаться за оригиналом оставим то что есть единственное что мы сделаем это уменьшим непрозрачность до 60 процентов примерно окей и давайте взглянем еще раз на оригинал вот здесь вот в областях пересечения этих символов у нас появляются такие яркие области и сделано это при помощи режима наложения сейчас мы здесь его также поменяем нажимаем опять вот на эту кнопку toggle switches и режим наложения для слоя h15 мы ставим add смотрим да как и в оригинале у нас появляются вот такие вот засвеченные области в местах пересечения и теперь нам нужно сделать то же самое с буквой n так композицию формула давайте перекинем в папку текст теперь нам нужна композиция n кидаем ее вот сюда также переводим ее в 3d также сделаем для нее масштаб 30 процентов переходим ко второму маркеру и сделаем так чтобы у нас это дело совпадало вот вроде у нас эти символы совпадают также ставим для буквы n непрозрачность на 60 процентов и режим наложения add отлично но вообще именно в этот момент когда у нас символы совпадают у нас непрозрачность их будет уменьшаться до нуля поэтому я ставлю ключевой кадр для непрозрачности слоя n и для непрозрачности слоя h15 эти два ключевых кадра я смещаю чуточку левее примерно на 2-3 кадра отлично и здесь непрозрачность 0 смотрим что мы получаем вот такую вот картину что же отлично здесь у меня остался 1 процент непрозрачности нужно от него срочно избавиться так перехожу к предыдущему ключевому кадру и здесь ставлю 0 отлично теперь мы можем двигаться дальше а дальше у нас идет совершенно монотонная и однообразная работа по расставлению вот этих вот всех символов которые вы видите здесь h15 здесь n здесь c10 еще где-то c10 ну те символы которые мы еще не создали о них мы поговорим чуть позже ну а сейчас я ненадолго остановлю запись и расставлю те символы которые мы уже создали и вернусь после того как работа будет сделана ну что ж все имеющиеся символы я уже расставил заняло у меня это порядка десяти минут думаю и для вас это не составит никакого труда дальше нам нужно создать еще одну композицию которая будет содержать вот эти вот числа 149.24 дальше мы создадим надпись и еще одна совсем уж непонятная надпись там мы напишем что-нибудь в тематику сериала окей первым делом давайте создадим вот это вот число мы его создадим вот из этой композиции 15 дублируем ее сразу же переименовываем 149.24 открываем эту композицию и изменяем текст 149.24 теперь двойка и вот эта вот точка она у нас отличается по размерам поэтому корректируем это дело на глазок не обязательно точно вымерять по линейке это не тот случай дальше размещаем композицию в нашей основной композиции так сделаем ее в 3d берем инструмент выделения и размещаем только что созданный слой нужным нам образом уменьшаем его так ну что ж по высоте мы его подогнали а вот в ширину он у нас получился чуточку больше поэтому открываем этот слой и вот этот параметр мы уменьшаем окей примерно то что нам нужно я не буду опять же при вас расставлять все дубликаты этого слоя а потом ненадолго отключусь и все расставлю по своим местам для того чтобы сэкономить время записи уроком теперь мы как это ни странно дублируем композицию 10 control d и переименуем дубликат на мет открываем эту композицию и здесь мы пишем слово мет так ширину этих символов мы увеличим до 100 процентов и посмотрим как у нас это выглядит дело в нашей основной композиции берем инструмент выделения так нужно перевести этот слой в 3d и вот только теперь мы перетаскиваем его наверх так берем точно за ось x что нам здесь нужно сделать во-первых увеличить немного шрифт и ширину этих символов выделяю этот слой чуть-чуть увеличиваю шрифт ширину этих символов и уменьшаю расстояние между символами возвращаясь еще увеличиваю ширину этих символов и пожалуй последнее изменение отлично слово мет у нас готово отлично и теперь нам нужно создать вот эту вот непонятную надпись дублируем композицию мет control d и переименуем ее в long так long текст такое незамысловатое название открываем и здесь мы пишем имя ученого хайзенберг а полное имя вернер карл такой псевдоним выбрал себе главный герой этого сериала и именно поэтому я решил также взять имя этого ученого для того чтобы написать вот этот вот длинный текст размещая его в своей композиции сразу же резко уменьшаем масштаб ну здесь будет так вначале переводим его в 3d что-то порядка 20 процентов так берем инструмент выделения по мере приближения у нас текст становится разборчивым поэтому мы добавим сюда размытие fast blur перетаскиваем эффект на этот слой и размытие ну скажем в 20 пикселей я думаю будет вполне достаточно repeat edge pixels здесь стоять необязательно ну давайте посмотрим как у нас все это дело выглядит без референса так все еще вполне разборчиво нам нужно чтобы мы совсем ничего не понимали отлично отлично ну все теперь мне нужно расставить только что созданные композиции по своим местам продублировать и расставить как это делается вы знаете поэтому я ненадолго отключаюсь и вернусь когда у меня все будет готово ну что ж я все расставил потратил я опять же порядка 10 минут и давайте взглянем на результат моей работы сделаем предварительный просмотр так стоп для начала давайте я наконец то уже отключу референс включу свою текстуру и посмотрим что у меня получается так такое вот начало выглядит опять же не доработано что мы делаем выделяем все эти текстовые слои так для того чтобы было более понятно что здесь происходит я навожу курсор на панель таймлайн и нажимаю клавишу тильда на клавиатуре это русское если вам так понятней теперь я выделяю все эти слои текстовые и нажимаю комбинацию клавиш ctrl shift c до боли нам знакомое и ввожу здесь имя композиции текст окей открывать эту композицию нам не нужно возвращаясь к нормальному виду опять же нажав на клавишу тильда что у нас здесь произошло слой текст у нас теперь двухмерный и для того чтобы вернуть всю нашу работу на место мы ставим переключатель collapse transformation смотрим теперь у нас все работает и теперь нам нужно скопировать опять же ту самую маску которую мы рисовали в самом начале для нашей текстуры находим эту маску нажимаем клавишу m на клавиатуре копируем ее и вставляем для слоя текст вот теперь можно сделать предварительный просмотр увеличим зону просмотра до двух секунд и давайте сделаем предварительный просмотр ну что ж если добавить звук то будет выглядеть совсем замечательно и вот на этой веселой ноте мы завершаем наш первый урок по данной заставке вот такая вот у нас получилась композиция и в следующем уроке мы продолжим работу над этим проектом и на мой взгляд она будет более увлекательной более интересная в том плане что нам не придется выполнять столько однообразной работы дорабатывайте свои проекты и до встречи в следующем уроке